Всем привет! Это Большой Футбол. Большой международный футбол. Не удивляйтесь этим перекликанием картинки, потому что особенный вкус трансляционный у местного вьетнамского режиссёра, судя по всему, мы с ним ещё познакомимся. Ну а это арена Мидинь. Это Ханой, столица Вьетнама. Где сегодня пройдёт матч сборной России? Совершенно неожиданно вот такой соперник у нас нарисовался ещё и в рамках целого международного турнира в состав российской сборной. Я имею в виду состав стартовый. Итак, погнали! Караваев дальше на Обликова. Ловко замахнулся Иван. Подаёт удар головой! И это Кривцов. Вот он первый момент. Более-менее такой звучный во всех смыслах. Ещё одна подача. 1-0! Далер Кузяев! Не просачивались наши футболисты с помощью передач низом в штрафную, но подачей регулярно какую-никакую угрозу несли. И вот одна из них, исполненная дебютантом сборной, Тамерланом Мусаевым, становится голевой. В конце концов, он часто играл на позиции опорного полузащитника. И, кстати, даже центрального было дело. А пробил головой первый раз Сергей Пеняев. Там тоже был армейский финт. Я имею в виду действия Обликова. И сама по себе атака была проста, но проста не тождественно бесхитростно. Под управлением наших тренеров уже играл. Круговой подаёт. И удар головой. Как выпрыгнул Обликов! Не самая очевидная позиция. Кстати, голос Карпина прорезался или там заработал микрофон тот самый. Ах, красиво, как сыграл Обликов. Находит место эстетике. Далер Кузяев. Выход! И... Не забивает Кривцов! Не забивает Пеняев! Ну как-нибудь проткни его туда! Ужас! Жуткая ошибка. Здесь Кузяев умница. Не стал торопиться. Не стал выдумывать какой-то сложный технический приём. Там перебрасывать мяч. Он отдаёт назад на второй темп. Бьёт по пустым воротам Кривцов. Здесь защитник справился, а Пеняев не добивает. Был какое-никакое обострение. Итак, Обликов и штрафные. Вот попытка. Ну, прям там в хребет кому-то. Красивый танец. Обликов ответственный сегодня за эстетику и шоу. И бьёт! И не попадает! Не попадает головой опять-таки Сергей Пеняев. Сергей Пеняев самый низкоростный футболист. И из тех, что сегодня вообще в заявке сборной России, два раза опаснейшим образом пробил головой сегодня в первом тайме. Это ли не говорит о том, что самое главное в игре головой автором единственного гола стал... Внимание! Какой подкат! Какой подкат! Опять интересная схема розыгрышей, да? Интересное зодчество вот такое на стандартах у вьетнамцев к голу, впрочем, не приводит. 1-0. За короткое время Латышонок провёл. Об этом ещё расскажем. Пару раз были неплохие переходные фазы в том, что касается обороны. В первую очередь, а не атаки, да? В атаке мы увидели разве что попытки за спину забрасывать мячи. Ошибка вратаря. Лев Данк. 2-3. И вот здесь опять оригинально разыгрывают. Штрафной, посмотрите. Слушайте, ну, я уверен, что это тренерские интересные наработки. И вот перекопируй зону. И заманивает своим перепасом коротким сборная Вьетнама соперника. В итоге потеряла мяч. И ужас какой! Автогоул! Боже мой! Лев Шонович. Или Лев Олегович. Это что такое? Лев Данк. Российско-вьетнамский... Галкипер пропускает мяч под ногой. После долго мячом владел. Перевод правее. Здесь уже и защитники в деле. И дальняя попытка. Латышонок. Чуть ли не первый удар, если это вообще можно за удар засчитать. Но пока в атаке сборная России. Низом передачи на Кузяева, который умудрился здесь оставить мяч Мусаеву. Мусаев пытается заработать пенальти. Просто потому, что вьетнамская команда приподнялась высоко. Вот он заброс. Острый угол. Выше ворот. Так до конца и не укоротил этот мяч Туан Фап. Ну вот тут вопросы по действиям Караваева. Вроде бы он был лицом и к собственным, да, трем остальным защитникам. Свежая кровь все ближе и ближе, да. Казалось, Волков занял место Караваева в сборной. Внимание. Вот как раз таки Адамов. А в сайте находился Воробьев, поэтому сразу не сделал передачу. Воробьев направо. Обликов. Острый угол. Момент и гол. Блеск. Блеск. Шикарная атака российской сборной. И Тамерлан Мусаев в своем первом матче за сборную России. И полноценную, главную, основную, сотканную из самых крутых футболистов страны оформляет 1 плюс 1. Обликов. Нет офсайда. Дальше играет Пруцев. И Пруцев здесь имел варианты. 3-0. 3-0 в матче, где и появилась работа у Латышенко. Появилась работа у Евгения Латышенко. Вот под такие улыбки. И я бы отметил, что Евгений в этой ситуации намертво поймал мяч. Учитывая, что газон влажный мяч тоже. И там не самый приятный. Даже 5-4-1. Потому что очень глубоко играет Глебов. Чему, собственно, не привыкать. Передача на дальний угол. И пропустили этот мяч. Все, все пять защитников. И Латышенко тоже. Ну и еще один шанс у Туан Фана. Слушайте, вот вам и десятка. И вышел он здорово. Это повтор. Не его, правда, удары. Не совсем понятно. К чему это повтор? Вот. Вот ситуация, где не разобрались. Арсен Адамов, по-моему, был уверенный, кстати, попадание в каркас. Так. Прессинг еще вьетнамцев. Им нужен гол. И вот такой удар с рикошетом. Всего лишь угловой. А, или даже в своего попал. Ты подумай. Кстати, там еще и корейский флаг тоже висит. Но корейский тренер во главе сборной Вьетнама сегодня терпит поражение. Валерий Карпин из сборной России в очередной раз выигрывают крупно. Четвертая подряд победа российской сборной. 19 голов за это время забили. Ни одного не пропустили. Ну и помимо того, что автокол случился, давайте отметим сегодня и Тамерлана Мусаева. И, конечно, Дальяра Хузяева как авторов голов. Мусаев признан вами лучшим игроком этой встречи.